Всем привет, с вами Голодный и сегодня я с вами хотел бы поделиться вот такой вот своей покупочкой. Да, я просто не мог не снять это видео, потому что именно с обзора Xbox One и зародился мой канал. Все мои первые ролики на канале были о Xbox One, о том, как он выглядит, что он может, о его интерфейсе и тому подобное. Итак, приобрел такую коробочку. Вы скажете, почему я приобрел именно Xbox Series S, а не Xbox Series X, сейчас я вам объясню. Ну, давайте сначала ее распакуем. Я же ее распаковал, сейчас я немножко ее упаковал, чтобы просто показать, как она упакована. Коробочка очень маленькая. Сзади у нее здесь написано Power Your Dreams, что можно перевести как Мощь Ваших мечт. Или Мощь, о которой вы мечтали, возможно. Ну, я бы не сказал, что здесь уж прям такая мощь, хотя здесь написано аж 120 FPS. Кстати, про 4К они ничего не упоминают, потому что эта консоль не заточена под 4К, она больше как раз заточена под 1080p, ну, максимум 2К. Зачем здесь указано 120 FPS, мне вообще непонятно, так как... Ну, кому наше время нужны 120 FPS на консолях? Нужно еще и телевизоры такие прикупить. Тут 4К-то далеко не у всех есть, а телевизоры 120 FPS и того меньше. Итак, в коробке все очень плотно упаковано. Вот сама консоль, очень маленькая. Ее прям, ну, смотрите, вот моя ладонь, то есть моя ладонь практически с половину, то и больше этой консоли. Я не ожидал, что она будет такой маленькой. Она реально, можно сказать, портативная. Ее можно просто бросить в сумку небольшую и куда-нибудь утащить к друзьям. Например, поиграть во что-нибудь под пивко, например, в FIFA, то же самое, либо UFC, или что вы там предпочитаете. Да, дизайн очень сильно смахивает на какое-то, не знаю, радио. Мне вот радио, мне вот советское радио напоминает. Мне кажется, если бы они обыграли эту решетку как-то более интересно, например, здесь могли сделать какой-то символ Xbox, вот, как вот, вот этого значка в виде белого креста, мне кажется, смотрелось бы намного лучше. Я не знаю, почему Microsoft не пошли на это. Здесь у нас на передней панели USB, не знаю, 2.0 или 3.0, но надеюсь, что 3.0 все-таки в наше современное время уже пора бы. Кнопка включения, она не сенсорная, для меня это огромный плюс. Я не люблю сенсорные кнопки, когда протираешь пыль, она постоянно включается, выключается, это меня бесило на Xbox One. Здесь они догадались делать нормальную механическую кнопку. Кнопка синхронизации геймпадов, по бокам вентиляционное отверстие, сверху тоже вентиляционное отверстие. Я ее включал, консоль практически беззвучно, ее вообще не слышно. Но вот это сверху чувствуется, что оттуда идет теплый воздух. А сверху логотип Xbox. И сзади у нас идут LAN, USB, USB, HDMI, карта для внешнего хранения данных. Здесь, кстати, встроенная SSD на 512 гигабайт, это хорошо. И разъем для питания. Когда я в первый раз открыл коробку, я такой, и? А где геймпад? И где провода? Ну, на самом деле геймпад и провода спрятаны здесь. Ну, провода я уже не стал сюда обратно складывать. Здесь лежит геймпад. Такая подкладочка, чтобы стики не сломать при транспортировке. И вот такой вот геймпад. Который вообще мало чем отличается от геймпада Xbox One. И самое первое, что бросается отличие в глаза, это крестовина. Она стала вот такая вот теперь опять цельная. И, если честно, блин, почему они не могут просто сделать такую же крестовину, как на геймпаде DualShock? Вот там крестовина прям в самый раз. Конечно, я этой крестовиной не так часто пользуюсь, но я иногда играю в файтинги. И вот эта крестовина для файтингов, она никуда не годится. К тому же она стала какая-то громкая. Например, у меня есть геймпад от Xbox One S. Я все равно их путаю. Xbox One S, Xbox Series S. То есть, сначала у нас был Xbox One, потом появился Xbox One S. Это уменьшена копия без привода. Потом появился Xbox One X. Это более крутая версия Xbox One. И сейчас их заменяют Xbox Series S без One. Xbox Series X. В общем, да. В этой путанице консолей реально много кто путается. У Microsoft тоже нужно что-то с этим делать. Вот у PlayStation все просто и понятно. Есть PlayStation 4, промежуточная PlayStation Pro, и сейчас выходит PlayStation 5. То есть, всем понятно, что PlayStation 5 это круче, чем PlayStation 4. У Xbox же черт ногу сломит. Даже тот человек, который, в принципе, я достаточно интенсивно слежу за новостями. И то я в поисковике вбивал первое время Xbox One Series X. На что он меня посылал, говорит, нет такой консоли. Я говорю, как нет? Оказывается, не Xbox One Series X, а Xbox Series X просто без One. Ну да ладно. Кнопки абсолютно такие же. Кнопка вот этот EGWID, она, по-моему, такая же. Но здесь она вот как бы была такая блестящая глянцевая, здесь какая-то уже более матовая. То есть, ну, не знаю, хорошо это или плохо. Мне кажется, просто немножко упростили материал. По устикам то же самое, такой же материал. Если понажимать крестовину на старом геймпаде, она более тихая, чем на новом. Здесь она вообще какая-то супер громкая. Я не знаю, зачем это так сделано. Ну, как бы так. Также на новом геймпаде появилась кнопочка Share. Третья дополнительная для того, чтобы было просто сделать скриншот и, по-моему, снимать видеоролики во время игрового процесса. Если кому-то это нужно. Кнопки по звуку. Ну, так же абсолютно, кнопки абсолютно такие же, ничего не поменялось. Здесь у нас на старом геймпаде был microUSB. Сейчас уже современные технологии Type-C. Ну, Type-C, конечно же, лучше, чем microUSB. Он менее подвержен механическим повреждениям. И можно втыкать его как угодно. Ну, и лучше он сидит сам по себе. Кнопочка синхронизации. Здесь все стало белое. Бампера. Вот так вот старые бампера звучат. Вот так вот новые. Громче. Сами триггеры стали вот такие вот шершавые. Не сказать бы, что это плохо, но это сделано специально, чтобы у тебя пальцы не соскальзывали. В принципе, неплохо. И сам геймпад сзади вот в этих местах стал тоже шершавым. На старом такого не было. Он как бы был такой чуть-чуть, может быть. Уже, может быть, из-за того, что старый, подтерся. Но здесь вот прям конкретно шершавый. Больше, в принципе, по этому геймпаду ничего сказать нельзя. Единственное, что здесь, да, опять же батарейки. Многие ругаются, что почему в комплект не положили кабель. Ну, у PlayStation 5 просто этот кабель есть, а у Xbox этого кабеля нет. Некоторые за это ругаются. Ну, в принципе, объяснение очень понятное. Дело в том, что у PlayStation там аккумулятор. Поэтому кабель необходим, чтобы подзаряжать аккумулятор. У Xbox аккумулятора нет. Просто батарейки. Поэтому класть сюда провод для подзарядки, ну, нет никакого смысла. Подзаряжать нечего. Если вы хотите аккумулятор, отдельно продается аккумулятор сразу же с проводом, где можно купить за полторы тысячи, и у вас будет, в принципе, аккумулятор, который можно менять. Но это еще плюс дополнительно полторы тысячи рублей геймпаду. Но сам геймпад от Xbox One стоит дешевле, чем PlayStation'овский, как раз примерно на тысячу, наверное, примерно. 5300, по-моему, а этот 4300, по-моему, стоит. То, в принципе, эта покупка почти компенсируется. То есть можно, те, кто ругается на батарейки, поменять их на аккумулятор, и у вас будет тот же самый геймпад с аккумулятором, только, наверное, даже этот аккумулятор на Xbox будет, наверное, подольше жить, чем встроенный на PlayStation. Хотя я не знаю, какие емкости у аккумулятора PlayStation, возможно, там сейчас лучше все стало. Дело в том, что на старом Doorshock'е было так себе. Здесь, конечно, снизу есть разъем для подключения гарнитуры, либо просто разъем для 3,5. На старом геймпаде все то же самое. В принципе, отличий больше я и не вижу. Если его посжимать, давайте проверим, но качество пластика. Просто старые первые геймпады от Xbox One, они грешили тем, что если их сжимать, они трещат. Я сейчас со всей силой сжимаю этот геймпад, нигде ничего не трещит, не скрипит. Добротно сложен, то есть собран. Вообще никаких проблем с этим нет. И батарейки не трясутся. Просто был тоже такой прикол, что в первых геймпадах на Xbox One батарейки внутри тряслись. Тут все это дело доработали, но это уже доработали, в принципе, на геймпаде от Xbox One S. Но здесь, вон, смотрите. Ну, возможно, это уже то, что он уже все-таки не новый скрипит. Поэтому вообще хоть, вообще хоть что с ним делать. По весу, по весу. Ну, по-моему, абсолютно. По весу никаких отличий. Ну и в руках лежит. Аналогично, потому что, в принципе, в форме ничего и не поменялось. Ну, в принципе, и все. Отвечая на вопрос, почему я купил именно Xbox One S, а не Xbox One X. Дело в том, что я эту консоль купил специально для того, чтобы поставить гостиную, где у меня периодически могут играть дети, где приходят в гости и могут во что-то поиграть такое несерьезное. Поэтому ставить консоль, которая именно вытягивает 4К и переплачивает за нее 18 тысяч, было как-то не очень разумно. Тем более, эту консоль я брал чисто под геймпасс. То есть никаких игр я покупать на нее не собираюсь, потому что у меня есть ПК мощный, и то, что мне нужно, AAA-проекты я поиграю на ПК, которые будут графически ничем не хуже Series X, а то и лучше. Поэтому зачем нужен Series X, когда есть хороший ПК? А вот Series S вполне чисто вот такая вот мобильная такая коробка, которую можно всегда куда-нибудь, допустим, даже взять, если нужно. И для геймпасса, для Full HD телевизора, даже 2К телевизора, она будет показывать, в принципе, не особо-то и хуже, чем X. Конечно, X лучше будет из-за того, что у нее 4К разрешения, лучше FPS. Но я думаю, те, кто будет у меня в гостиной играть в игры по пассу, ничего особо не потеряют. Ну, давайте еще я сейчас ее включу и покажу вообще, что из себя представляет интерфейс. Я, правда, на нем не особо еще сильно разбирался. И покажу вообще, я купил пасс, ультимативную подписку, чтобы у меня и на компьютере были игры из пасса бесплатно, и на этой консоли игры из пасса бесплатно. И также, по-моему, чтобы были бесплатные игры от Electronic Arts, нужно, по-моему, покупать ультимейт, хотя я могу ошибаться. Также ультимейт входит еще и Xbox, этот, голд подписка. То есть все в одном. Все это вместе удовольствие стоит, по-моему, 870 рублей в месяц, что я считаю, в принципе, не такие уж и большие деньги в наше время. Если не нужен ультимейт, можно купить обычный геймпасс, он стоит, ну, рублей 600, наверное, или 700, ну, что-то на 200-250 рублей дешевле. Ну, да ладно, давайте подключим консоль и посмотрим. Итак, я настроил камеру, да, будем снимать по старинке, без всяких карт захвата, просто напрямую, не хочу сейчас с этим заморачиваться. И давайте посмотрим холодный старт консоли. За сколько секунд она... А, ну, здесь, да. Кстати, я ее вытащил из резетки, вставил, и у меня все равно, как бы, fast resum, то есть, быстрый запуск, он работает. Итак, менюшка ничем не отличается от... Ну, то есть, не меню, а интерфейс ничем не отличается от старого Xbox'а. То есть, ничего здесь не обновили. Единственное говоря, что он в 1080p, ну, даже, в принципе, вот у меня телевизор, сколько, 56, по-моему, 56 дюймов, и, в принципе, глаз особо не режет эти Full HD, вполне нормально. Зато этот интерфейс меньше живет оперативной памяти. Итак, давайте посмотрим вообще, что мы получаем, покупая Game Pass. То есть, если мы сейчас зайдем в Game Pass, давайте посмотрим все игры. Доступно по Game Pass сейчас более 100 игр. Из них есть, как и неплохие, в принципе, проекты. Ну, конечно, не новинки, но все же. Такие, как Plug Your Tail, Way Out, Ace Combat, Athen, Alien Isolation. Также сюда входят игры по обратной совместимости с Xbox 360. И вообще, все игры, которые будут выходить от Microsoft, от студии Microsoft, они будут появляться прям сразу же, в первый же день после релиза игр. Это, кстати, очень круто. И также, после того, как у них случилась коллаборация с Electronic Arts, здесь же также теперь по подписке Game Pass, но, правда, по-моему, нужен именно Ultimate, становятся доступны игры от EA. Да, может быть, не самые-самые, конечно, свежие, но все же Battlefield'ы тут есть. Даже есть игры с первого самого Xbox'а. Ну, различная индюшатина. Ну, в общем, в принципе, покупая эту консоль, можно на ней играть, если вы там, ну, не суперискушенный геймер, которому нужны именно новинки. Если у вас есть дети, которые хотят, вот что-то просто вот такое купили и поиграть, то здесь более чем достаточно на разный вкус, на разный стиль. Да, конечно, тут не супер графон будет, но, допустим, тот же самый, достаточно свежий, Doom & Terminal уже есть. Да, и, кстати, Microsoft, как вы знаете, купили Bethesda, поэтому все игры от Bethesda скорее всего будут также в первый же день появляться в геймпассе. И, как мне кажется, геймпасс постепенно будет только улучшаться, потому что чем больше подписчиков у геймпасса, тем больше вливается бабла, тем больше есть смысл добавлять в этот геймпасс новые интересные и дорогие проекты. Вот для тех, кому нужна, допустим, FIFA, и кто не хочет ее покупать из года в год, пожалуйста, есть и FIFA новая, 20-ая, NHL 19-ый, Golf, UFC, UFC, тут три части, какую хотите, PES 2020-ый есть, вся серия Fable. Ну, в общем, как я уже говорил, каждый найдет что-то для себя. Форзы, ну да, все игры от Microsoft, они здесь есть. В принципе, вот этим меня Xbox One S и подкупил, что я всего затрачиваю 27 тысяч, могу поставить себе в гостину такую консоль, которая просто по подписке мне даст огромную библиотеку игр, и мне не нужно для этого вкладывать какие-то деньги. Если я захочу поиграть в какие-то супер-трипэл-а-проекты с крутой графикой, типа как Киберпанк, который сейчас выходит, но, правда, по последнему ролику я не сказал, что там супер-графика, но все же. Также эта игра, кстати, выйдет, она и на Xbox One S выйдет, и будет выглядеть, скорее всего, не так уж и плохо. Но, конечно, лучше она будет выглядеть на ПК с видеокарты 3080. Я думаю, что она даже на 3080 будет лучше выглядеть, чем на Xbox One X, потому что Xbox One X и PlayStation 5, скорее всего, вряд ли потянут эту игру в полноценном 4К. Может быть, конечно, и потом позже оптимизируют, но пока нечестные 4К в крутых проектах от сторонних студий, они не показывают. Да, там есть Demon's Souls, классная графика, но, опять же, если ставить в 60 FPS, Demon's Souls в честных 4К он не работает. Ну, в общем, давайте вот я полистаю, я просто покажу уже, что здесь еще есть. Симы, ну, понятно, Sims. Эта библиотека постоянно расширяется, ну, правда, она не только расширяется, также периодически из этой библиотеки что-то пропадает, но, по крайней мере, игры от Microsoft наверняка останутся, и от всех ее студий наверняка останутся в этой библиотеке на постоянку, так как Microsoft все больше и больше студий покупает, соответственно, Game Pass будет все больше и больше и больше. В общем, я думаю, что вообще за Game Pass прям будущее. Да, эксклюзивы Sony, конечно, это хорошо, но их мало, и покупать консоль ради двух-трех эксклюзивов в год, это еще при лучшем раскладе, что два-три в год, а то, может быть, и меньше, я особо смысла для себя пока не вижу. Хотя, конечно, PlayStation 5 купить хочется, из-за того, что я дебильный фанат демонов, но по предзаказу я не стал ее покупать, думал, свободной продажи куплю, но, к сожалению, свободной продажи купить на старте PlayStation 5 не получится, потому что Путин довел Россию до такого состояния, что скупили все по предзаказу. Ну, люди, люди беднеют, айфоны все скупили у нас в России, практически не купить, и Xbox все купили, остались только несколько S-ок в магазинах, иксы все разобрали. PlayStation 5 сегодня зашел в DNS, мне сказали, там, 12 тысяч предзаказов, говорит, парень, раньше, чем через месяц даже не мечтай, что она появится. Да я говорю, да я ладно, не мечтаю, я как-нибудь перетерплю, к тому времени Demon's Souls кто-нибудь там может бэушный диск будет продавать, возможно, и сами консоли, просто люди попробуют, посмотрят на цены, попробуют Demon's Souls, кому-то не зайдет, и возможно на рынке станут появляться бэушные PS5, ну правда наверняка они будут по неадекватным ценам, потому что сейчас перекупы активизировались, там смотрю, от 60 до 100 эти консоли продают, в общем, на рынке творится какой-то хаос, видеокарты новые не купить, консоли новые не купить, везде дефицит, ну возможно, еще корона повлияла на все это дело, ну в общем, да, как-то так вот живем, да, и еще жалобится при этом, что у нас всех тут, не знаю, денег нет, и давайте посмотрим, как SSD повлияло на загрузку игры, также на Xbox One S появилась функция Quick Resume, не помню, была ли она реализована на Xbox One X, так, давайте посмотрим, как быстро загрузится компания, тут правда, все работает через лобби, и так, можно ли это пропустить? Итак, вот у нас игра запустилась, и можно посмотреть, как работает опция Quick Resume, я вот буквально вчера играл в Forza, сможет ли он мне восстановить ее, но похоже, что вряд ли уже после того, как ты загружаешь очень много игр, то функция Quick Resume, она уже не работает, сейчас попробуем вернуться в Gears of War, либо возможно это от самой игры зависит, то есть, чем жирнее игра, то есть, между двумя жирными играми, возможно, функция Quick Resume не работает, сейчас посмотрим, наша Forza, здесь наша Forza, загрузились, загрузились, и так, и теперь попробуем вернуться в гири, да, работает, сейчас посмотрим, как у нас быстро вернет в игру, да, вот и вот мы уже в Gears of War, возвращаемся обратно в Forza, Quick Resume также работает, Пожалуйста, продолжаем дальше ехать, интересно, если выключить консоль, это все еще функция будет работать или нет, давайте попробуем выключить консоль, включаем консоль, сейчас она полностью выключится, все выключилось, включаем, включаем Forza, да, вообще просто тут же уже загрузилась, ну, у меня, видите, в настройках стоит этот, ну, как, как же эта функция называется, то есть неполное отключение на консоли, ну, я, в принципе, всегда его ставлю, поэтому, да, даже после включения консоли просто запускается все мгновенно, если гири включить, то, в принципе, гири также сейчас вернутся достаточно быстро с того же самого места, где мы остановились, причем даже не надо ничего сохранять, вот, гири обратно, так, а если мы, допустим, запустим еще что-нибудь, так, да, места, конечно, маловато, всего 368, по-моему, гигабайт, то есть много игр не записывайте, ну, как бы записали, играете больше, ну, тут в основном, дети себе ставят игры, я тут практически ничего и не ставил, ну, да, симулятор козла, так, если, допустим, что-нибудь тоже тяжеловесное, если запустить достаточно тяжелое, что у нас там, допустим, Hellblade, давайте все-таки включим, посмотрим, сможем ли мы вернуться в Forza и в Gears после еще и Hellblade, так, ну, вот мы зашли в игру, можем ее начать, так, в принципе, достаточно уже, можно свернуть игру, попробую запустить Gears of War, так, выплю, Zoom работает, Gears, сворачиваем, включаем Forza, тоже работает, я не знаю, сколько игр нужно запустить, чтобы Quick Zoom перестал работать, но вообще, конечно, опция очень крутая, Callblade обратно, и, пожалуйста, у нас, круто! Ну, ну, да ладно, это мой такой поверхностный обзор Xbox One S, я думаю, что эта консоль стоит своих денег на все 100, то есть, мне ни копейки не жалко затраченных на эту консоль, для гостиной с геймпасом прям само то, также для подпивка с друзьями куда-нибудь на дачу уехать тоже отлично, там, в FIFA поиграть, в UFC морду набить, в общем, класс! Очень мобильная маленькая консоль, к тому же ее вообще бесшумная. Ну, да ладно, а я с вами прощаюсь, всем до скорой встречи, и пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok